Какой-то там социалист, вариант социализма, как его объявляли там, цинканцы. Я оказался в компании, ну, оклонников театра «Маганки». Ну, и вместо того, чтобы сказать спасибо за чаепитие и уйти домой, я поглядел на книжные стены, и из меня вырвалось. Вот я тогда был очень активный, как все, вот, поганка влеклывалась с словом поганка. Мы были поганцы, мы ненавидели эту власть, мы были активные антисоветчики, и при этом играли Пушкина, мы играли Есенина, мы играли Шекспира. Эти тоже что-то сказали, правда? А в жизни я сказал так. Вот у вас сейчас на этих полках нет ни одного Томаса Женицына. Все присутствующие вздрогнули, как один, как по команде. Это было запрещенное слово. Вот это тема, запрещенные имена только что. И я, как нормальный поганец поганки, я сказал, помените мое слово, пройдет 20 лет, и на этих же полках будут стоять сочинения Александра прямо в рожу, говорит. Александра гнулся, Исаевича дрожа, Сонженицы, мы заплакали, мы разошлись. Ладно, я чуть пошутил, но вы понимаете, это было вчера и сегодня. Ровно вчера, или позавчера, позавчера, в благословенном зале филармонии, в Большом зале филармонии имени Дмитрия Швистаковича был сказочный концерт фестиваля в Киберкаре. Мы были приглашены с Галей Аксёровой, моей женой, и мы сидели и видели этот зал. Перезапомненные. Человек 200 было сверхмерно наложено. И исполнялись Рахманина и Стравинский. А я вам обещал говорить про сегодня и вчера. Вот сегодня исполнялись Стравинский и Рахманина. А в этом буклете президент нашей с вами республики, Гератиры, написал благодарственные слова телекамерам и всем нам присутствующим, что мы искравляем праздник во имя великих соотечественников. Вот если бы я был поганец, я бы, наверное, поматерился. Значит, великие соотечественники, которые мы сегодня кланяемся и обожаем, они были наследь запрещены только что, как и Солженицын. Никаких других имен не называлось. Рахманина, Стравинский, чуть ниже Щедрин, зал Шостаковича, которого уничтожали. Как помните? Сумбур вместо музыки назывался он в газете «Правда». Музыка Шостаковича. Вот это было вчера, и это было сегодня. Я ответил. Спасибо.